Дорогие друзья, всем привет! Посмотрите, где я сегодня нахожусь в таком вот классном жилом комплексе. Но сегодня речь немножечко не о нем пойдет, а пойдет о его второй очереди. Буквально три дня назад открылись продажи второй очереди, очень горяченькое предложение. И сейчас мы с вами отправимся все это дело исследовать. Сразу скажу, что объект уже сдан, на объект уже получены все документы, возможно ипотека. Сейчас нам, кстати, будет помогать офис продаж, он является моим другом и все вам сейчас подробненько очень расскажет. А вот и он. Господин Никита. Итак, мы находимся на объекте и хочу вас познакомить с Евгением. На сегодня он является отделом продаж в данном апартаментном комплексе. Кстати, хочу сразу заметить, что за нами это апартаменты. Ну и передаю ему слово. Сейчас будем, наверное, в формате интервью немножечко снимать. Да, я буду отвечать на заданные вопросы и из этого сложится представление о нашем проекте. Мы находимся в курортном городке Адлера, в непосредственной близости от Дельфинария, Океанариума, аквапарка Амфибиус, приватных пляжей, городских пляжей. Море от нас в 200 метрах, до него ровно 3 минуты ходьбы. Я сам лично засекал с секундомером. Мы прогуляемся? Конечно, я думаю, в конце видео мы сходим на море. Тем более погода благоволит сегодня, нам солнышко выглянуло, это клево. Хорошо. У нас 20 ноября, кстати, в Сочи. Похвастался дальше. Да, мы можем снять пиджаки и не замерзнуть. У нас 1 гектар земли, 100 соток, и на нем расположено 4 здания трехэтажных. Пятно застройки небольшое, относительно всей территории. Все корпуса у нас трехэтажные. Никита уже упоминал, что у нас статус апартаменты. Квартиры здесь для жизни, для сдачи и для комбинированного использования. В основном люди приобретают их для того, чтобы приезжать. Либо на отдых летом, либо на долгие зимовки. Зимой есть такие варианты, когда люди не хотят оставаться. Не хотят у себя мерзнуть, да, сюда приехал, в пиджаке ходишь 20 ноября. Почему нет? Тренировки типовые, процентов 80-90 площади. Это студии площадью 23 метра, 24-25 метров. Но у нас нет студии с одним окошком. То есть они все с двумя световыми точками, все с балконами. Балкон, окно. Остекление, панорамность, света много во всех апартаментах. И профиль у нас алюминиевый, благовечный. Его не надо будет менять. И вообще апартаменты максимально готовы к тому, чтобы сразу зайти и начать их ремонтировать. Там не нужно будет менять двери. Выполнена предчистовая отделка, но это мы увидим впоследствии. По территории немножко расскажу, что у нас здесь будет. В течение месяца она будет закончена. У нас здесь будет брусчатка. Да, на полу, кстати, будет брусчатка. Не вот этот вот бетон некрасивый. Тоже симпатично, но мы сделаем лучше. Вокруг дома будут насаждения декоративных хвойных клумбах, прогулочные дорожки, лавочки. Все будет симпатично. У нас уже смонтирована детская площадка. Там будут доустановлены различные горки, качели, аттракционы для детей. Возможно, она будет немного огорожена. Вот это вот что за конструкция? Это бассейн, чаша бассейна, залитый, готов на 90%. Сейчас он накрыт до весны, чтобы его не заливало. Здесь будет бассейн, вокруг него лежаки и такая зона загара, если можно так назвать. Также на территории будет зона барбеки. Парковка у нас вынесена к первому корпусу. Она будет стихийная, свободная для всех жильцов комплекса. И ее будет хватать на всех. Возможно, здесь будет 10-12 парковочных мест платных. Этот вопрос еще решается. Ну, честно говоря, мне местный человек говорил, что в курортном городке можно парковаться. Ну, не в сезон. Можно, но в сезон там невозможно найти место. Там пройти их бывает тяжело чуть дальше. Давай, наверное, расскажем. Может, кто-то не знает, что такое вообще курортный городок. Это вообще чем он? Курортный городок, территория в Адлере. Соответственно, курортная зона, в которой расположено множество достопримечательностей города. Большие развлекательные комплексы. Курортный парк. Он площадь 10 гектар, если я не ошибаюсь, с вековыми соснами. Здесь оставались наследие СССР, старые санатории, фонтаны, красивые прогулочные места. Ну, прям в парках живут белки. Белки живут и у нас. У нас на территории остались кипарисы, магнолии. И самое главное, эвкалипты. Да, у вас даже я видел, что застройщик немного вырезал в фасаде здания, так скажем. А, мы оставили их. Не стали. Честно говоря, я 4 года живу в Сочи. Вот таких ваших эвкалиптов я не видел. Кипарисы видел, а вот эвкалипты нет. Курортный городок, давай я немножечко добавлю. Курортный городок, что там еще есть? Он как бы насыщен всей инфраструктурой именно для отдыха. То есть, очень много ресторанов. Есть там океанариум, дельфинарий. Что там еще? Аквапарк Антибиус. Аквапарк Антибиус. Самый крупный в центральном Сочи. Кстати, да, у меня есть видео, как мы в нем отдыхаем с родителями. Сейчас ссылка появится. Маманя! Что там еще? Ну, давайте мы, наверное, прогуляемся через парк и потом на море, чтобы вы просто в очи все это дело увидели, а не на словах. Я бы еще хотел зайти в некоторые апартаменты. Конечно, мы сейчас зайдем. Зайдем куда? Мы сейчас зайдем. Ну, мне сразу, знаете, что напоминает? Green Palace, кто смотрит видео. Green Palace, только который находится прямо возле моря. Да, я бы сказал, что это Green Palace, который взяли, подняли и перенесли прямо с Соболевки к моду. Очень мне нравится вот это малоэтажное строительство. Еще оно, когда вот так выполнено, со вкусом, да, когда застройщик не экономит, то есть на материалах. У нас честный бизнес-класс. Здесь охрана, консьерж, видеонаблюдение. Давай про цены мы скажем в конце. И сейчас поясним, что все это уже сдано. То есть по документам, как расскажи? Да, комплекс сдан после приобретения, регистрация сразу в Росреестр. Вы сразу же становитесь собственниками. Это недалевое строительство. Он возводился полностью на свои собственные оборотные средства компании. Это редкость для Сочи и Российской Федерации. То есть продажи открылись, да, когда уже он сдался полностью. Только по полной сдаче, да. То есть здесь осталось закончить косметические моменты, такие как благоустройство двора и место общего пользования подъездов. Но это месяц, я говорю с запасом, на самом деле это не больше трех недель. Это очень быстро делается. Там, кстати, уже сейчас мы там были, там ложат брусчатку. Мы еще рано приехали. Возле первого корпуса. Да, возле первого корпуса. Да, можно будет посмотреть. Ну, предлагаю прогуляться вовнутрь, посмотреть. Да, да. Что я заметил, территория огорожена. Здесь у нас буквально, я не знаю, в метрах 150, наверное, находится центральная улица, улица Ленина, центральная улица Адлера. Там море и тишина, как-то такой уют. Вот мой прогноз, что здесь тихо будет даже в самый высокий сезон. Это очень интересно, потому что вот центр курортной летней жизни, это курортный городок. Но у нас улица, по которой идет пешеходный трафик к морю, она через два дома от нас находится. Мы не будем видеть толпу людей. А здесь совсем небольшая улица, по которой просто физически не может ходить много людей. У вас лаунж-зона в курортной городе. Да, в центре тисовки, но при этом тихо. То есть ты сто метров проходишь, и вот начинается все веселье. Хочешь покоя, тишины, возвращаешься к себе. Пошел домой, туда пошел, там навеселился. Все очень просто. Сам выбираешь, скажем так, можешь переключать скорость. Цвет настроения. Так, ну что, заходим, сразу вижу классную такую декоративную штукатурку. Пока она, наверное, еще не готова, да? Ее сверху еще. Пока не закончена. Здесь мы оставили большой пол, возможно, будет мебель для ожидания, гостевая мебель какая-то. Мы не стали расширять апартаменты за счет... Здесь будет точечный свет, я уже вижу. Я думаю, будет классно. Судя по первому вообще проекту, как вообще подошел застройщик. Здесь керамогранит, еще, кстати, лучше, да, вот у нас Евгений говорит, даже будет лучше. Я предлагаю начать с третьего этажа, а потом спустимся на первом. Слушай, ну мы как, я не знаю, в сказке, как еще осень, то, что вот эти листики такие красные. Да, красиво вот. Очень красиво. Утро у нас. Вот здесь, как я вижу, будут хромированные перила, да? Чуть-чуть тебя опережаю, Женя, ничего? А, и буквально за день поставили. Очень красиво. Что еще? Что еще я вижу, сразу вижу, что мне в глаза бросаются. Вот такие красивые, классные двери, которые 100% не надо менять. Их нужно менять, это не времянки, консервная баночка. Эти двери менять не нужно. Хорошие двери. Даже косяк внутри, одним, одного узора с дверью. Классно, классно. Да. У нас уже заведены коммуникации сюда, установлен пожарный гидрант. Ага. В квартиру заведена вода, слаботочные коммуникации. Это будет интернет, HDTV и домофон, возможно, видео. По коммуникациям. Вот они, провода. Все статусальное и дом невезиментированное направление от электричества. То есть, это либо сплит, теплые полы, инфракрасные панели, либо комбинация этих способов. Ну, каждый решает для себя сам. Многие в небольших апартаментах обходятся просто сплитами. Вы раздали же. Ну, я бы, теплый пол, наверное, сделал. Я полюбил, что теплый пол. Ну, на вкус суть. Это классное ощущение, знаешь, когда одеваешь обувь, а она теплая внутри. Ну, кто-то любит так. Все апартаменты продаются с такой степенью отделки. Мы называемые отречи с того, есть здесь стяжка пола. Кстати, да, стяжка пола, штукатуренные стены. Класс. А штукатуренные, я же поправлю на стены. Круто. Так, ну что, панорамные окна. Классный вид. А вот это сразу давай поясним, что... Да, я хотел по этому на третий этаж пройти. Я когда говорил, что наша земля 100 соток, гектара, вот этот участок, это тоже наш, он входит в эти 100 соток. Никто, чужой здесь не построится. Пока я не могу сказать, что планируется строить на этом участке. Возможно, небольшую мини-гостиницу, точно что-то микроэтажное. Ну, потому что, да, сейчас в Сочи уже не дают строить на таких маленьких участках, что... В целом, мы бы сами не стали дискредитировать свой проект Мадрид Парк 2 каким-то большим и должным строиться с нами здесь, потому что это на данный момент, это лицо компании и топовый объект в нашем портфолио Мадрид Парк 2, поэтому... У вас, кстати, Жень, давай сразу поясним для людей предыдущие ваши проекты. У вас же довольно-таки обширная такая, послуженный список, так скажем. У нас 100% сдача объектов, это Мадриды с 1 по 5, 4 и 5 сейчас реализуются в Сочи, Лермонтов, Милан, Монреаль 1 и 2, возводящийся комплекс Касабланка, заморской сухонии, тоже в Мадриде, Царицыно в Кудельсе тоже в 100 метрах от моря, я бы назвал вот такой, Царицыно 2.0. Балкон пройдем? Да. Это он балкончик. Небольшой балкон, да. Это вообще интересная планировка, хотел в нее зайти. Здесь 38 метров смотрится как 50 и даже больше, потому что 5 окошек. Что касается балконов, он слишком большой не нужен в Сочи, потому что в Сочи за него приходится платить полную цену. У нас нет понижающих коэффициентов, у нас, я имею в виду, в городе, как это практикуется. Ни в одном жилом комплексе такого нет. Поэтому балконы должны быть, я считаю, обязательно, потому что все-таки тепло здесь 9 месяцев в году, но не сильно большие, чтобы не переплачивать. Да. Ну что, мы видим, вот это парк как раз-таки. Здесь у нас, что это такое? Какие-то гостевые дома. Это мини-гостиницы, да. Этот фрегат. Фрегат, а тут 2 океанали, вот эти. Ну, прям вот. Кстати, да, мы прям соседние граничит территория. Еще раз повторю, вот эта планировка у нас 38 квадратных метров. Классно, очень много окон. 5. 5 окон, да. Здесь вот соседняя квартирка. Она вот с тремя окнами, но все равно она классная. Это самая большая площадь и планировка 48 метров. И, по сути, вот в торцах нашей стадии такие планировки. Все остальное это 23,4, 25, 21, даже есть планировки 19,8. Давай самую маленькую, самую дешевую посмотрим и уже начнем говорить цены. Самую дорогую. Хорошо, но ее, скорее всего, сегодня купить. Пойдем смотреть. И заодно посмотрим все разные квартиры. Мы специально с утра приехали, потому что приезжал позавчера, да, сюда. И у нас не получилось ничего записать, потому что Женя бегал как сумасшедший. Что-то едут, едут люди. Ну, на самом деле, цена, о которой мы скажем чуть позже, на сегодня, очень интересная для этого места. Здесь, смотрите, уже балкончик побольше. Двор. Ну, вот здесь все это будет, да, облагороженное дело, все будет красиво, классно. Ни один проект у нас не брошен, не доделан, скажем так. И всегда так получается, на практике всегда делаем чуть больше, чем обещали. Допустим, в комплексе Царицыно, в Кудепсте, не планировалось фонтана. Ну, мы его там поставили. Милан, это на верху Мамайки? Царицыно. А Милан, да, это на Целина. Ну, слушай, я могу сказать, что у вас застройщик как бы ко всему со вкусом так подходит. Да, фасады выглядят стильно, ну, я тоже с этим соглашусь. Пройдем на первый этаж, да, как хотели? Да, кстати, там на первом этаже маленький бонус. Ну, не маленький, хороший бонус. Хорошо. Итак, мы спустились на первый этаж. Вот он, апартамент у нас, малюточка такая. 24 метра. А, 24 метра, ну, в принципе, не плохо. 23,4. Здесь большой фонарабный окна и хорошее хорошо. То есть я уже упоминал в начале видео, что у нас везде по два куча. Угу. Практически. Покажите-ка нам бонус, Евгений. Да, в фирменном корпусе на южной стороне здания, в апартаменте на первом этаже предлагается терраса. Апартаменты, которых не берется, мы платим просто за апартамент и в подарок получаем вот эту территорию. В подарок прям. Она ограждена. Слушай, ну это круто. Вот этими стенками благородить это все я рассчитывал. Ну, просто мне было интересно. Люди спрашивают. Там 75-100 тысяч. Для того, чтобы сделать настил доской, есть пластик под дерево такой износостойкий. Вроде как, делать в кафе и в ресторанах на летних террасах. Здесь я бы сделал, допустим, деревянную такую перголу, либо какую-то сетку рабицу и пустой был плющ. Можно сделать очень красиво. А расставить здесь уже по вкусу, просто кофе, летнюю мебель. Можно даже небольшую надувную. Блин, вообще классно. Представь террасную, да, вот эту мебель сюда поставить. Ты просто выходишь со своей квартиры, у тебя такой маленький кусочек Сочи. Это супер круто вообще. Просто обычно, ну очень часто, квартиры на первых этажах, они, ну, это не ликвид, который продается долго и продается в последнюю очередь. С таким бонусом, я думаю. А эти квартиры у нас продадутся первым. А у нас две из них забронированы уже. Мы открыли продажи три дня назад. Три, да? Где забронировано, ну, соответственно, по ним уже проходит сделка. Именно вот здесь. Покажи, что там за апартамент, который там три брони там на него с утра, там, что там за? Четыре, но он просто самый недорогой, самый доступный, пойдем. А, ну, давай. И с него начнем уже по ценам, да? Давай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok